Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях, произошедших в Оренбурге и не только, расскажут наши корреспонденты и я, Алена Годяева. И вот главные темы выпуска. Как после паводка утилизируют биологические отходы? В Оренбурге прошло вручение сертификатов, премии и стипендий ведущим спортсменам и тренерам области. Как работают и ведут себя собаки-поводыри? Об этом подробнее далее. В Оренбурге начали устранять последствия большой воды. Из-за паводка в области возникли ряд проблем, одна из которых – погибшие животные. Наша съемочная группа поговорила с экспертами и узнала, как утилизируют биологические отходы и почему необходимо обрабатывать территории. Во время паводка пострадали не только люди, но и животные. Под водой оказались собаки, кошки, птицы, крупный и мелкорогатый скот. И это не весь список. На сегодняшний день в зоне подтопления были обнаружены трупы домашних животных, сельскохозяйственных животных и птицы. 169 голов сельскохозяйственных животных, 7377 голов птицы, 644 кролика, 360 голов собак и 125 кошек. Кроме того, были изъяты и направлены на обезвреживание испорченные продукты. Утилизируют погибших животных путем сжигания на скотомогильниках. Уничтожением занимаются на четырех объектах, два из которых находятся в Оренбургском районе, вблизи поселка Пригородный и села Черноречье. Органами местного самоуправления определены точки, где можно безопасно сжигать биологические отходы, согласно требованиям ветеринарного законодательства. На территории скотомогильников вырываются глубокие ямы, соответственно, они подготавливаются и в них загружаются биологические отходы, трупы животных и они сжигаются до зольного остатка. На сегодняшний день утилизацией занимаются около 12 бригад. Все команды оборудованы специальной техникой и веществами для обработки. Работают сотрудники в полную силу, ведь биологических останков много. Группы по сбору биологических отходов представлены специалистами государственных бюджетных учреждений ветеринарии. От четырех до шести бригад ежедневно выходят на работы и отрабатывают заявки, поступающие от граждан. Также шесть государственных бюджетных учреждений ветеринарии направили шесть автомобилей ДУК для проведения дезинфекции. Плюс к этому работают специалисты на дезинфекционных установках Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций. Но как теперь быть после паводка? Нужно ли обрабатывать территории и каких ждать последствий? Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют проживать в непросушенном месте из-за риска бактерий, вызывающих различные заболевания. В настоящий момент основные способы профилактики инфекционных заболеваний на территории, которые освобождаются от воды, это соблюдение правил личной гигиены, это использование для питья, для приготовления пищи кипяченой или бутылированной воды. Обращаем внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении признаков заболевания. А также в настоящее время в целях профилактики вирусного гепатита А на территории Оренбургской области в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Оренбургской области проводится вакцинация против вирусного гепатита А в городе Оренбурге, Оренбургском районе, в городе Орске. Отметим, самостоятельно перерабатывать биологический мусор запрещено. Если в результате паводка были обнаружены трупы животных, испорченные продукты, существует телефон горячей линии, на котором постоянно в режиме круглосуточном находятся специалисты управления ветеринарией медицинской хозы Оренбургской области, телефон 8 800 125 84. Для дезинфекции территорий можно обратиться в Роспотребнадзор. Контакты на ваших экранах. София Пирогова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. 26 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил сертификаты, премии, стипендии ведущим спортсменам и тренерам по итогам 2023 года. За 2023 год спортсмены завоевали 322 медали на официальных стартах мирового, европейского и всероссийского уровней. А звание мастер спорта России присвоено 41 оренбургцам. На региональном уровне мы задействуем все ресурсы для участия оренбургских спортсменов в соревнованиях, тренировочных, сборах. На протяжении двух лет чемпионы и призеры олимпийских, паралимпийских игр, а также чемпионы мира и Европы получают в нашем регионе выплату на приобретение жилья. В 2023 году ее получили 6 спортсменов на общую сумму более 17 миллионов рублей. В 2024 году стипендии губернатора Оренбургской области будут получать 85 спортсменов и 49 тренеров. Единовременные же премии выдадут 175 спортсменам и 80 тренерам. Как работают и ведут себя собаки-помощники? В Оренбурге прошел поводырский патруль. Слабовидящие люди со своими четвероногими друзьями прошли по популярным маршрутам города. На мероприятие побывала Юлия Писарева. В Международный день собаку-водырей состоялось мероприятие для незрячих людей со всей области. Помимо тренингов и мастер-классов, они выяснили, насколько город комфортен для слабовидящих людей. Показать и журналистам, и обществу, и сами себе понять, насколько город доступен для незрячих людей с собаками-поводырями. А по вашему мнению, он доступен сейчас? Частично. Это и бордюры. Не всегда мы можем ездить комфортно в автобусах, и не везде нас пускают. Объясняет то, что с собаками нельзя, но мы доказываем, что эта собака-поводырь в большинстве случаев нас слышит и пропускает. Но такие случаи бывают. Слабовидящие люди самодостаточны, а собака для них не просто друг. Пес обученный, он находится на работе, но у него любознательный характер, и его легко отвлечь. Нельзя мешать собаке-поводыре, потому что она исполняет свою работу прямую. Она знает, что делать. Если ребенок, например, бежит на нее, то она может потеряться. В случае с лабрадорами они еще и очень любят, когда на них внимание обращают. Нельзя мешать собаке. Если вы хотите все-таки помочь незрячему человеку, можете подойти, аккуратно спросить, нужна ли вам помощь и в какой форме. Несмотря на то, что поводыре обучены всему и слабовидящие люди приспособлены к городу, у них могут возникнуть трудности. Как говорит руководитель оренбургского поводыря Леонид Шорохов, собаки не различают цвета у светофоров. Во-первых, человек-сопровождающий должен идти всегда справа от слабовидящего человека, в особенности, если его сопровождает собака-поводы. Все повороты налево, направо, ступени, бордюры. Предупреждать об этом, разумеется, останавливаться при переходе дороги, в особенности, если это светофор, поскольку собака не понимает красный или зеленый свет на данный момент. Для этого нужно сопровождающий человек. И уведомлять о всех препятствиях на пути. Собаки-поводыри достаточно тактильные и любят людей. Увидев их на улице, не стоит бояться, но и отвлекать не нужно. Перед тем, как контактировать с четвероногим другом, стоит спросить разрешение у его хозяина. Но никогда они на маршруте. Юлия Писарева, Юрий Хроликов, телеканал ЮТВ. Впереди майские праздники, а это значит, что пришло время планировать свои выходные. А чтобы погода не испортила планы, смотрите прогноз погоды от Софии Пироговой. Здравствуйте! В эфире еженедельный выпуск прогноза погоды. И я, его ведущая, София Пирогова. По данным синоптиков Гизметио, майские выходные в Оренбурге будут достаточно теплыми. Поговорим подробнее. По данным, на 28 апреля в Оренбурге ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит около плюс 26 градусов. Вечером ожидается похолодание до плюс 21. Осадков не предвидится, а средняя скорость ветра составит 5-7 метров в секунду. В ночь с субботы на воскресенье 29 апреля температура будет колебаться между плюс 13 и плюс 15 градусами. Днем показатели поднимутся до плюс 24, а вечером вновь опустятся до плюс 13. Возможны небольшие осадки в виде дождя. А средняя скорость ветра составит 2-4 метра в секунду. Во вторник и среду, 30 апреля и 1 мая в области прогнозируется резкое похолодание. Ночью температура составит всего плюс 7-10 градусов. Днем потеплеет, но незначительно. Показатели дойдут до плюс 17-18 градусов. Также возможны осадки в виде дождя с вероятностью в 30-35%. Оренбургская область еще не успела ликвидировать последствия паводка, как в регионе уже зафиксировали природные пожары. Главное управление МЧС по Оренбургской области предупреждает жителей быть аккуратнее. При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по единому номеру 112. О погоде к данному часу все. С вами была София Пирогова. Смотрите телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей. Смотрите в нашем телеграм-канале. С вами была Алена Годяева. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok